Антон, вообще это была большая мука заставить его, уговорить его, даже не знаю какое слово правильное, выступить о том, как он делает решение для маркетплейса. Есть еще один человек, Роман. Роман? Роман? Поближе сядь, иди сюда. Потому что не исключено, что мы тебя попросим тоже немножко поговорить. Прошу, Антон. Добрый день, меня зовут Антон, я разработчик. Как сделать успешное приложение для маркетплейса? Если честно, я сам не знаю, как его сделать успешным. То есть с удовольствием бы сам послушал такой доклад. Но давайте я расскажу о своих открытиях, заблуждениях, ошибках, плюсах и минусах вообще всего этого. Вы сами уже сделаете вывод. Первое мое предложение, который первый блин был, и он довольно-таки хорошо получился. Это был 2011 год. Я выпустил приложение, которое до сих пор держится в топ-2 среди бесплатных приложений. Как это вообще происходило? Клиент попросил простую задачу. Скопировать элемент, статью из инфоблока А в инфоблок Б. Так как такого продукта до сих пор нет, я написал небольшой скрипт. Ну, исключительно под этот проект. Потом подумал, почему бы не попробовать сделать приложение. Сделал и как-то пошло-поехало одно за другим, фишки добавлялись. Ну и вот получилось такое успешное приложение. Отсюда следствие, что любую задачу, даже очень маленькую, лучше оборачивать какое-то приложение. Вы никогда не знаете, что выстрелит, а что нет. Отсюда как бы следует, что бесплатный плюс полезный – это всегда успех. Платный плюс полезный – неизвестность. Потому что у нас народ очень не любит платить. Или не очень любит платить. И самая главная проблема даже еще – клиент не понимает, какие задачи решает ваш модуль. То есть если модуль бесплатный, он его просто ставит, пользуется, смотрит, ага, прикольно. Потом советует другим, если это разработчик-партнер, то он ставит его на каждый сайт клиента и пошло-поехало. Вот оно, успешное приложение. А если оно платное и к тому же не имеет пробной версии, то вряд ли его кто-то купит. Отсюда следствие, что как минимум надо добавлять демку. И в идеале еще более подробно его расписывать. Хороший пример непонимания данный модуль. По названию непонятно, что он вообще делает. Что за группа покупателей, что за целевые рассылки. Я три раза менял его название, но так и не смог добиться не то что окупаемости, а просто внимания клиентов. На самом деле модуль решает довольно хитрые задачи. Например, разослать всем покупателям, которые покупали определенный товар, какие-то сопутствующие приложения по другим товарам. Вот так вкратце. Но как видите, это в названии никак его не затолкать. И собственно в анонс, который походу мало кто читает тоже. Как следствие, модуль непопулярный, убыточный. Ну и вообще непонятно, что с ним делать. То есть, как видите, казалось бы, сделаешь и выстрелит, будет продаваться. А золотишься, а на деле все совсем иначе. Ну давайте перейдем уже к, собственно, разработке и продвижению предложений. И я пишу какие-то плюсы и минусы. Техподдержка. Вот меня во всем нашем маркетплейсе поражает, что на нее все в основном забивают. Приходит разработчик один и говорит, а сделаю-ка я подешевле. Хорошо, у нас есть минимальная планка, 500 рублей. И ставит, например, какой-то сложный для поддержки модуль и не учитывает просто техподдержку. Клиент ставит, покупает приложение, ставит, не понимает, начинает обращаться, пишет самому клиенту, потом в комментарии, пошло-поехало. И то есть разработчик, даже сам не ожидая, наносит сам себе урон. Что является хорошей прорехой для будущих конкурентов, если они сделают аналогичное, но просто с более качественным подходом, техподдержкой и прочим. Ну, если честно, я редко вижу у нас на маркетплейсе какое-то качественное обслуживание клиентов. Это большой минус. На самом деле я бы рекомендовал его очень не упускать из вида. Правильный код. Вот вопрос, нужно ли писать качественный код. Я для себя сделал вывод, анализируя как свои приложения, так и приложения своих коллег, что на самом деле ни к чему не приводит. То есть клиент судит по картинке, и если приложение работает, даже если оно ужасно внутри и не оптимизировано абсолютно, то он все равно будет продаваться, а клиент все равно будет им пользоваться. То есть это чисто для собственного успокоения, что ли. Но к коду мы еще вернемся чуть позже. Допустим, мы решили выпускать все-таки какое-то приложение, переходим к выпуску первой версии. Какие есть варианты? Вариант первый. Это выпустить, ну вы не понимаете, как выстрелит, оно не выстрелит. Вариант первый. Выпускаем лаконичное законченное решение, абсолютно не обещая какого-то продолжения своего модуля. Ну, кратко решает конкретную задачу и все. И смотрим за реакцией клиентов, за реакцией аудитории. Чаще всего случится так, не то, что чаще 50 на 50, может случиться так, что рынок вообще абсолютно никак не отреагирует. Как минимум вы ничего не потеряете, не нарушите никаких своих обещаний, ну и просто забудете. То есть вот модуль есть, решает задачу, все, на него можно забить. Вариант второй. Если вы все-таки уверены, что модуль будет собирать много версий, вы все равно выпускаете первую версию как можно более лаконичную, которая вас подстрахует. Что если рынок опять никак не отреагирует, вы просто оставите его в виде первой версии, в виде единственной версии. Но может быть немного позже, выпустив какие-то доработки. Ура, решение у вас выстрелило. Тогда надо планировать как-то его релизы. Тут тоже я вижу единственный правильный путь, если качественно заниматься одним модулем каким-то, это идти по пути нашего вендора Bittrex 2-3 раза в год собирать какие-то вебинары, проводить, на которых анонсировать будущий план своего модуля, что вы будете делать, что будет выпущено и к какому сроку. Ну и соблюдать этот срок. То есть как минимум вы привлечете внимание, а если это будет какой-то вебинар, вы просто-напросто сами себе поставите какие-то условия, такого абстрактного заказчика сделаете, как собственно делает и Bittrex. Но выпустить и поддерживать это еще полбеды. Второй полбеды это маркетинг. Я уверен, что разработчики не умеют продавать. Я не умею продавать. То есть я умею разрабатывать, но продавать, к сожалению, не научился и не люблю это делать. Как говорит Алексей Сидоренко, что много разработчиков думает, что достаточно сделать, сидеть на попе ровно и все будет продаваться само. На самом деле это не так. Я бы рекомендовал позаботиться о каком-то человеке в помощь, маркетологе, который будет этим заниматься, и вы просто будете делиться с ним прибылью. В этом плане я бы советовал не жадничать. Например, тот же подход вендора взять 50 на 50 или 40 процентов. У меня в маркетплейсе размещено примерно 60 приложений разного уровня сложности. То компоненты, то совсем мелочь, либо очень крупные решения. Но на типовых решениях мне не удалось попробовать этот рынок. И почему-то я уверен, что это самое выгодное направление. Вот именно какой-то конкретный типовой магазин или какое-то иное решение, что бомбить надо на этом. Во-первых, какие тут плюсы? Вы преподносите клиенту конкретную законченную махину, которая либо ему нравится, либо не нравится. Если не нравится, то вы просто дорабатываете внешний вид. И эта огромная махина состоит из маленьких мелких модулей, которые вы уже можете более просто ему предлагать и продавать. Параллельно продавая даже их, тем самым увеличивая ссылочную массу. Второй плюс – это сам маркетинг. Так как суммы большие, проще продать на минимальную сумму в месяц какую-то, наняв того же собственного маркетолога, мини-отдел продаж. Но опять те же грабли. Разработчик занижает оптимальную цену. То есть они считают, что типовой магазин за 10 тысяч – это круто. Я считаю, это минимум цена должна стоить 40 тысяч. А в идеале 300 тысяч рублей. Об этом чуть ниже тоже. Следствие выпустили, забили на техподдержку, на какой-то вообще сервис. Клиент купил, что делать не знает. Клиент натыкается постоянно на какие-то проблемы. И опять все тянется, тянется друг за другом. Мои 60 модулей, из которых треть, по-моему, платных, генерируют поток техподдержки примерно 2-3 тикета в день. Ну, в среднем так. Вот и представьте поток, если у вас есть какое-то крупное решение. И я понимаю, что просто с ним разработчик, который занизил цену на магазин. Ну, грубо говоря, у него клиент купил за 10 тысяч магазин и создал там кучу тикетов. Разработчик подумал, почесал репу, а зачем мне вообще ему помогать. Деньги-то он как бы заплатил. То есть главная проблема – это отсутствие сервиса, в которое сам себя разработчик загоняет. Почему я считаю, что 200-300 тысяч за типовое решение – это тот путь, который я бы выбрал. То есть если бы я начал сейчас все заново, я бы выбрал именно этот путь. Во-первых, можно было бы развернуться, делать все реально качественно, реально круто. Начиная с дизайна, заканчивая интеграцией, кодом и сервисом. Я бы делился с партнерами 50 на 50, но как минимум, мне так кажется, опять же, потому что я не мог этот путь попробовать, появилось бы очень много партнеров, которые бы захотели просто так получить 150 штук, просто продав ваше решение каким-то клиентам, ничем себя не обременяя. Фактически вы получаете кучу бесплатных менеджеров. При таких суммах очень легко нанять своего менеджера. Я очень сомневаюсь, что в месяц вам бы не удалось продать один магазин на 200 тысяч, который готовый, который крутой, который обвешан всякими фишками, ништяками и дополнительными какими-то сервисами. Для каждого клиента можно придумать какую-то свою фишечку и сказать ему, вот за 300 тысяч вы покупаете этот магазин и еще что-то, которое не имеет больше никто. То есть предлагать не просто плюс один магазин в интернете, грубо говоря, за 50 тысяч те же, а вот именно за 300 тысяч вы получаете нечто уникальное, нечто крутое, нечто здоровское. Получаете также сервис, техподдержку и нашу помощь. Также не забывайте, что про тот пункт, который твердит сам Bittrex. В крайней мере, раньше они об этом твердили, что клиенты, которые меньше определенной планки, просто не готовы платить. Ну, не хотят, не любят. Они думают, что это дешево. Которые, в принципе, считают, что 150 тысяч магазины стоят. То есть мне опять же кажется, что если выйти на такой уровень, то появятся именно клиенты, которые готовы будут платить. Ну и тем самым суммой, такой суммой вы сами себя загоняете в строгие рамки. То есть проводите семинары, вебинары, корпоративы и говорите, что в определенные даты и числа вы выпускаете новую версию. За такие деньги вы как бы обязаны соблюсти это в ваших же интересах. Сейчас мы видим картину, что весь Marketplace сам себя загнал в довольно нехорошую ситуацию, где сложно поставить просто такую сумму. Вас не поймут коллеги, а клиенты посчитают дурачком. Поэтому как тут быть, я уже не знаю. Но, собственно, поэтому я и опоздал. То есть сформировавшийся взрослый разработчик, я просто не могу завертеть это все крутое, крупное колесо, чтобы был и свой отдел продаж. И маркетинг. Ну, и тот Marketplace, который сейчас мы, к сожалению, наблюдаем. Как минимум это довольно сложно. Я бы рекомендовал вам не повторять моих ошибок и начинать свой путь, когда вы еще можете экспериментировать ценами, качествами и прочим. Начинать именно с таких оборотов. Ну, у меня, собственно, все. Спасибо, Антон. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Роман, наверное, у тебя наверняка есть вопрос или мнение. Пожалуйста, вопросы. Ничего себе. Давай, вот вопросики есть, есть, не волнуйся. Юлия Бедросова, Армавир. Антон, скажите, пожалуйста, а вот каким образом вы организуете техподдержку по своим модулям? Вам удается справляться с ней самостоятельно? Или вы кого-то нанимаете для этого? Сейчас у меня находится в техподдержке помощник, которого я тщательно контролирую. И он служит неким нулевым уровнем, через который уже человек попадает ко мне только, ну, если реально какая-то ошибка в модуле или требуется какая-то техническая поддержка. Ну, как правило, от сейф идет на уровне не понял, не увидел настройки и прочее. Вот сейчас пока таким образом функционирует техподдержка. Антон, спасибо большое за доклад. Твой взгляд на нишу маркетплейса Bittrex24. То есть вот можем ли мы там не повторить вот тех вот вещей, которые вот ты сейчас описал? В Bittrex24 там гораздо выше порог входа. Там довольно, как сказать там, то есть недостаточно просто написать компонент, разместить его и поставить там цену 500 рублей. То есть, по крайней мере, на данный момент именно нужно приложить какие-то усилия в разработке, чтобы создать хоть минимальное какое-то приложение, которое будет полезным. То есть как минимум пока это защищает рынок. Ну и там довольно пока что все хорошо в этом плане. Радужно. Ну там подписка, там не просто одноразовая, да? Там по сути абонентка помесячная. Да, там есть плюс, что клиент платит не разово и даже не раз в год продляет, если хочет, а он платит всегда, пока хочет пользоваться приложением. То есть это довольно хорошая сторона рынка. Bittrex24. Пожалуйста, вопросы. Вот вы упомянули, что за меньшие деньги не особо хочется качество кода увеличивать. За большие деньги вроде как и не стыдно. И тут же говорите о том, что, допустим, в будущем, как бы никому не обещаю, но в будущем все равно, если проект выстрелит, планируется его дальше развивать. Но ведь если проект выстреливает и качество кода оставляет желать лучшего, то приходится делать все с нуля. Не проще ли сразу закладывать какой-то надежный фундамент, чтобы потом его развивать? Именно в плане качества кода. Потому что, допустим, если проект какой-нибудь, ну не проект, а именно решение на marketplace какой-нибудь дешевое, и, допустим, по этой логике код там низкого качества, то все равно это вызовет больше тикетов на техподдержку. То есть тут как бы такой круг получается. Не кажется? Ну, на самом деле этим слайдом я призывал коллег именно писать качественно. То есть то, что я сейчас наблюдаю на marketplace, который устанавливает решение, ну просто посмотреть, что там внутри, они оставляют именно желать лучшего. И меня это очень печалит. Потому что лично я просто привык хорошо писать. Ну, то есть понятно, все учатся, я когда-то там хуже писал. Но у меня не было желания быстрее заходить, запаковать и запустить. То есть именно по этой причине я не могу выпустить какие-то свои запланированные релизы, какие-то новые решения и прочее. Просто потому что не могу сесть на говнокодить и запаковать, выпустить. И мне вот кажется, что такие суммы, они просто обяжут именно партнеров других разработчиков сидеть и писать качественно именно изначально. Если они не привыкли к такому, не хотят или что, ну, как минимум это будет таким хорошим стимулом. Ну да, все равно, если даже сумма низкая, цена низкая, то все равно при качественном коде, мне кажется, даже поддерживать низкобюджетное какое-то решение гораздо проще. Да, но это кто умеет, кто хочет, кому нравится. Давайте последний вопрос. Антон, можешь в человеко-часах все свою ставку знают, вот так вот сориентировать стоимость выхода на рынок маркетплейса. То есть вот есть разработчик, у которого горят глаза и которому хочется. Да, в человеко-часах, потому что ставка у всех разная, ну, каждый прикинет. Ключения могут быть большие, маленькие. Ну, нижняя планка, которая вот на твой взгляд может быть уже окупаемой и имеет смысл. Я не говорю про Hello World приложения, там их так и так напишут. Ты про стоимость в часах конкретного какого-то приложения? Ну, коридор. То есть, ну, допустим, развернуть релизную систему, да, там, вот что, допустим, артикул рассказывал, это какой-то оверхед для проекта. Сайт-визитка, он, естественно, ее не потянет. Ну, вот аналогично с маркетплейсом, просто чтобы те, кто не участвует, ну, понимали, на что они подписываются, если хотят туда идти. Вообще выпустить простой модуль, который решает простую задачу, у меня уходит в среднем часа 3-4. Ну, то есть, если написать под конкретный проект, у меня бы ушло полчаса. А чтобы запаковать, оттестировать, как бы добавить каких-то нюансов, настроек, уходит в среднем 3-4 часа, чтобы вот этот цикл пройти, запаковать, отправить на модерацию и потом наслаждаться продажами. Утрирую, конечно. Вот примерно так. Спасибо, Антон. Спасибо тебе большое за огромное количество модулей и вообще за активную позицию. Большое спасибо. Спасибо. Спасибо.